Нужно с ним делать упражнение. Поехали. Я тут ни при чем. Работает. Работает. У нее работает камера. Мама сегодня наш гость. Я счастлив принимать твою маму в гостях. Я просто счастлив. Почему? Потому что так редко встретишь человека, который искренне любит свое дело. Потому что когда человек занят своим любимым делом, он и счастлив. Да. А хорошо, когда он занят любимым делом, а ему еще за это деньги платят. Правильно? Полный баланс между потребностями духовными и материальными. Ну, к сожалению, если нет выбора у человека, рабочих мест нету там, или еще чего-то там. Там оттуда террористы растут и все прочее. Потому что им не дают. Ну, допустим, да. А мы как раз, Наталья, хотим, чтобы люди могли и себе найти дело, потому что эти упражнения… И быть счастливым. И быть счастливым, и здоровым. И дают счастье другим людям таким образом. Когда человек счастливым, он разве будет кому-то приносить? Он всегда будет хотеть, он всегда хотит поделиться, потому что его распирает энергией, ему хочется… У меня одна тетенька была в Болгарии, такая злочка, она говорила, я кому пока шпильку не вставлю, слушай, я не упакариваюсь. И вдруг она сделала приемы ключа, да. А потом говорит, ой, хочется обнять Вселенную, да. Ну, ей-богу, ну это так интересно, слушай. Но самое главное, именно сегодня, когда времени у людей нету, это находка для ленивых, для людей у которых нету времени, потому что здесь не надо заниматься там часами, там как-то физкультурой, там фитнесом и так далее. Это как раз таки нужно каждому как общий элемент культуры, как чистить зубы, мыть руки, ну этому надо общать детей со школы учить. Как элемент культуры, это самое главное. Правда же, да? Я так на тебя надеюсь, потому что ты умеешь, умеешь, умеешь. Что я умею? Ну ты умеешь передать, понимаешь, ты умеешь так сказать, выразить. Наверное, ты очень хорошо своих студентов учишь там в Италии, да? Ну расскажи, какие они у тебя. Они меня любят. Вот, любят, любят, любят. Они меня любят, меняются. Меняются. И здесь тоже, вот философ, давайте, если не захочем, мы тебе говорим активно. Спасибо. Глаза, глаза, глаза. Вот такой человек изменились глаза. Скажи. Нет, ты скажи, что ты там думаешь? Я чувствовала полет, я чувствовала освобождение от каких-то зажатостей, которые мешают человеку воспринимать мир таким, какой он есть. А как ты этого достигла, скажи? А достигла я через высвобождение внутренней энергии. А сколько тебе на это времени потребовалось? Через снятие каких-то зажатостей в разных частях. Тело потребовалось, наверное, пару минут. Ну вот видишь как. Вот это ключ. Но самая главная фраза, которую ты сказала? Да. Когда Хасай тебя спросил, о чем ты думала? В этот момент. В этот момент я думала не о чем. Да, вот это ради чего состоит. Вот ради мышления вот всех тех проблемных зон, которые зажимают человека. Через две минуты ты достигла этого состояния с помощью ключа. А ведь ради этого, слушай, люди десятки лет тренируются. И медитацией называют, и йогой называют, и разными цигунами занимаются, чтобы выйти на это состояние свободного сознания. И там, когда человеку, его я, ему не мешает страх за ошибку в этот момент. Он там раскрепощен. Это как перезагрузка в компьютере. Вот когда он обычно зацикливается на чем-то, напряжен, мобилизован сверху. И заблокировался. И ничего не видит, ничего не понимает. А тут он снял вот эту пелену и увидел мир. И вот когда вот ты ни о чем не думаешь, это не пустое состояние. Это как во Вселенной. Там вот как из ничего рождается мир. И ты после этого там видишь, что мир целостный, потому что ты сам становишься целостным. А поэтому ты мудреешь. Потому что мудрость, на самом деле, она развивается у нас, когда мы свободные. У меня был японец, доктор Накамаци, он сделал то, что трехугольное крыло для истребителей, он сделал для фотоаппарата. Там первый гибкий диск для компьютера он сделал. И он изобретает в воде. У него шар такой. И он там изобретает. И я его спросил, доктор Накамаци, а зачем ты там? А там, говорит, я свободен. А ну это все без шара. Сделалось с помощью плеча. То есть он полностью в воде. И не дышит человек? А ну да. У него на резете написано 1200 изобретений, а чуть ниже написано «Аудисона» было меньше. Ну, ей Богу, но у японцев есть свои, так сказать. Нет, но вот эти все движения, они как раз и погружают тебя в шар с водой. Со своей водой. И ты, как бы, все, что на тебя давит, все мироздание, которое ты вращаешь. Смотри, глаза, глаза такие. Которые выращают тебя. Которые выращают тебя. Ты в этот момент… Тебя надо было снять. Брат его. Глаза надо было снять. Вот его. У тебя сейчас глаза… Светятся. Светятся. Да, когда мы ходили в школу. Светятся. Слушай, а для женщин это как важно. Они же все хотят светиться, правда? Чтобы, ну, магнит чтоб был такой определенный, чтобы было паяльно. Глаза даже не светятся. Ну, посмотри на такую женщину, все, уже не можешь отключиться. Все время не думаешь, да? Потому что к свету тянутся все. А все люди, они думают, что они свободны. Они на самом деле не свободны. И когда они видят такого человека, они притягиваются, да. Поэтому если пять минут в день делать эти ключевые приемы, потому что они синхронизируют психические и физиологические процессы, снимают лишнее напряжение, выводят человека из стрессовых ситуаций, от зацикленности на проблемы, снимают его с гвоздя проблемы. И он опять становится человеком, homo sapiens. Он может мыслить, мыслить… Человек разумный. Разумный. Человек разумный. Вот интересно, Наталья, ну скажи несколько слов, я тебя очень прошу, потому что мы с тобой начинаем сегодня. Удивительное. Радостное. Радостное. Удивительное. Полезное для нас и для всех. Полезное для нас и для всех других. Потому что я не верю тем людям, которые говорят, я живу, чтобы всем помочь. В первую очередь он помогает себе. Но кто полезен? Кто помогает себе, помогает другим. То есть, когда соответствует его деятельность, потребностям людей. Вот у нас соответствует. Да. Мы с тобой счастливые люди. Я рада. Я очень рада. Слушай, ну там надо несколько моментов показать, как подбирать себе движения с синхронным текущим состоянием, потому что в мире этого нет. И все вот эти упражнения, которые даются там, как рекомендации и прочее, десятые, там нет этих критериев. Потому что здесь мы покажем, расскажем, вот критерии, которые можно путем подбора, перебором подбирать себе упражнения. Каждый. Индивидуально. Индивидуально. Потому что каждая из нас личность одна должна быть. Да, да, да. Должна. Вот когда он, отрешаясь от забот, суеты и все прочее десятое в нашей массе суетного времени, вдруг приобретает личное время, он и становится хомосапиенсом. Он тогда начинает мыслить разумно, находит ответы на многие вопросы. Ну почему раньше этого не было, вот этой технологией? Ну сегодня 21 век, когда у людей времени нет. Поэтому она как раз сегодня нужна, потому что она скоростная. и простая, доступная. И как раз таки подбираемая человеку самим собой, да, чтобы он сам себя подбирал. Это самое главное, потому что нас, к сожалению, сейчас всех пытаются подать одну гребенку, но это мы говорили раньше. Да, да, да. Всех в квадрат загоняют. Так она сейчас замечательно скажет, сделает твои заключительные слова. Что? Какие? То, что я? Ты как хочешь. Ты скажи, у меня в Италии там то-се, целая школа, там туда-сюда, вот я там уже, та-та-та-та-та. Да, это батарея. А, вот заканчивается батарея, поэтому последние два слова. Да, да, да. То есть вообще ничего случайного не бывает. Да. Наша встреча произошла случайно, но совершенно не случайно. Да. Потому что на курс пришел Джамбулат. Да. И меня уже поразил как по своей целостностью какой-то, несмотря на свой молодой возраст. Он другой, не вот эта вот серая, ну понятно, причесанная масса, и когда мы с ним стали, я стала рассказывать определенные вещи, он мне говорит, да, это вот приблизительно то же, что мне говорил мой учитель. И тут же я поняла, что я с этим учителем должна встретиться. Слушай, сука, что там? Тут же я поняла, и вдруг получилось так, что я влетаю в Москву, абсолютно не запланировано было на потом, но по порядку обстоятельств, я говорю, Джамбулат, я послезавтра влетаю в Москву. Я могу встретиться с твоим учителем? Он сказал, конечно. Слушай, я тебе говорю, мы сейчас отдадим это всему земному шару, потому что тогда агрессии будет меньше, конфликтность, аварии на дороге, меньше надо будет принимать лекарства, чтобы снимать стресс и так далее. А это очень важно. Самое главное. Чтобы будем здоровы и счастливы. Но дело в том, что там есть вот эта общая часть, психогимнастика, ключевой стресс теста, приемы для быстрого раскрепощения, посекундная, дробная психогимнастика, которая достаточно полминутки делать, несколько раз в день и все время чувствовать себя хорошо. Это и для офисных, и для актеров, и для режиссеров, и для писателей. Для всех. Для всех. А есть специальная часть, которую мы с тобой не можем вот так вот раз. Это надо, чтобы мы будем постепенно им давать, причем отдельно, людям, которые действительно глубоко хотят в это внимание. Общую часть. Для всех. По-настоящему хотят работать над собой. По-настоящему. По-настоящему, да. Вот у меня в школу приходит много людей, но остаются те, которые по-настоящему хотят работать над собой. Слушай, ты такая красивая. Ты такая умница при том, да. Спасибо. Я так счастлив, потому что я вижу человека, который искренне любит свое дело. Ну, это потрясающе для меня. Для меня сегодня праздник. Благодарим. Для меня тоже. Все. Закончили. Вот я счастлив. Мы счастливы вместе. И вам желаем быть здоровыми и счастливыми. И радостными. И радостными. С благодарностью всем.